Да, обратный отсчет 5, 4, 3, 2, 1 Пуск Пуск Всем привет, меня зовут Илья и пришло время для запусков карамельных ракет. Мои последние запуски осенью 20-го года хоть и были удачными и впервые электронная система спасения ракеты отработала в штатном режиме, но в одном из запусков самая большая ракета Drake 5 была потеряна. Чтобы сделать ракету с нуля уже не оставалось времени до осенне-зимнего нелетного периода, да и потом нужно было произвести работу над ошибками, улучшить все компоненты. Я сразу главному рассказу о большой работе по модернизации и постройке ракеты диаметром в 50 мм, но все-таки будет правильно показать полный путь к ней, потому что на побочных проектах, в том числе о котором пойдет речь в этом видео, были добавлены и отработаны новые элементы основной ракеты. Да и с хронологической точки зрения это будет правильно. Рассказать о том, что я делал осенью, зимой, ну и весной. Так что здесь и далее, запаситесь терпением и поехали. Мой сегодняшний эксперимент это использование композитных материалов для ракеты, максимальное ее облегчение. В качестве планера ракеты я решил использовать переходной формат между Drake 3 и Drake 4, ракеты диаметром 40 мм и длиной 800 мм. Главная особенность ракеты будет состоять в том, что все материалы, корпус ракеты и корпус движка будем делать из композита. В идеале нужно использовать стеклоткань, но ради эксперимента возьмем стеклохолст-паутинку. Ее используют в качестве армирующего покрытия для штукатурки. Этот материал очень легкий и в отличие от стеклоткани дешевый. Бобины хватит на сотни ракет. Ну а из минусов, паутинка очень тонкая, легко рвется в один слой и сыпется маленькими частичками стекла, поэтому работать следует в респираторе и перчатках, если не хотите потом кашлять и чесаться. Для начала сделаем двигатель. Я буду использовать аналог самого простого двигателя тягой в 45 нс и длиной 160 мм. Первым делом намотаем на оправку полоску бумаги. Она будет служить слоем теплоизоляции. Отрезаем полоску шириной 150 мм и смазываем силикатным клеем, жидким стеклом. Наматываем на оправку. Даем просохнуть хотя бы час. Затем от паутинки отрезаем полоски шириной и равной длине двигателя. Для начала две штуки. Далее примеряем, а лучше накручиваем полоски на оправку. Стараюсь их не порвать. Размешиваем эпоксидную смолу и отвердитель. Затем аккуратно, подложив под полоски пленку, намазываем на полоски тонким равномерным слоем эпоксидку. По моим расчетам должно хватить 20 грамм, то наша полученная трубка получилась пористой в отличие от того, что было бы при использовании гладкостеклоткани. И все поры нужно тщательно залить смолой. Наматываем на оправку с теплоизоляцией и повторяем для второй полосы то же самое. Затягиваем сверху несколькими слоями скотча. Сушим день-два. В итоге вышла масса трубки всего в 15 грамм. Делаем, как обычно, сопло и заглушку из эпоксидки, и это еще 30 грамм. С топливом в итоге получился движок массой 126 грамм. На видео, правда, 142 грамма, но это я поспешил снимать. В полностью высушенном варианте ровно 126 грамм. Идем проверять, выдержит ли такой легкий движок рабочее давление. Движок отработал штатно. Теперь по аналогии накручиваем длинную трубку длиной в 750 мм для ракеты. Крутим на пластиковую оправку или хотя бы оправку, обернутую в пленку. Бумагу, само собой, не используем, только паутинку в один слой. Корпус будет прочным, но немного мягким, но это не сильно важно. Стабилизаторы вырезаем также из стеклоткани, склеенных четырех слоев. Да, я не записывал процесс, потому что все, по сути, то же самое, что и с движком. Обтекатель просто вырезаем из пенопласта. На ракету ставим зацепы для пусковой остановки из болтов с шайбой, пропущенных через пенопластовые цилиндры. Это одно из ноу-хау, которое я хочу перенести в целевую ракету. Достаточно ли такого усиления для мягкой ракеты? Не разорвет ли ее тягой двигателя и вырвет ли набегающим потоком? Ну, узнаем. Все, ракета готова. Масса сухая, без движка всего 129 грамм. Масса со 126-граммовым движком, масса полная, соответственно, 255 грамм. Внимание! Такая ракета будет отвратительно плохо сбалансирована, так как центр тяжести находится в самом хвосте ракеты и все перевешивает двигатель. Для того, чтобы повысить стабильность ракеты, следует использовать балласт в районе головного обтекателя, что может легко вдвое увеличить массу ракеты. Поэтому я устанавливать не буду, на собственные страх и риск никакой балласт. Да, так делать нельзя и всячески неправильно, но цель моего эксперимента в принципе посмотреть на работу сверхлегкой ракеты в комбинации со сравнительно мощными движками, а также проверить конструкционную прочность компонентов ракеты. Надеюсь, что на начальном этапе ракеты под тягой стабилизации хватит на вертикальный срыв ракеты, ну хотя бы хоть немного вертикально. Ну, запуск. Пуск. Ну, что в итоге. Никаких рекордных сотен метров не получилось, потому что ракета выписала пируэты. Но это с одной стороны. С другой стороны вернулась абсолютно целая и возвращение ее было безопасным. Это, я считаю, успех. Использовать пусть и кустарные композиты мне понравилось и обязательно я попробую что-то серьезное сделать из стеклоткани в будущем. Хотя, конечно, без балласта и без балансировки практической ценности нынешняя реализация не имеет. Ну что ж, спасибо всем за просмотр. С вами был Илья и не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, если вы здесь впервые. Ну и, конечно, оставлять комментарии, это очень помогает каналу. На этом все. Пока-пока.